Мои люди Чудесная композиция Лютики-салютики Приболевшие слегка Но нет Отнюдь не тем Не тем Ну вы поняли Я что хотел сказать Вот по поводу мнения еще раз Рассказать Как-то Знаете Я все-таки пришел сюда порядок наводить Порядок наводить В первую очередь, конечно В себе, внутри Результат этого Конечно же, выливается и снаружи Я хочу поделиться с вами Этими результатами Умозаключениями Своим опытом Знаниями Видением Мнение Мнение Я некогда говорил Что мнение Не надо Не должно быть Это не хорошо И так далее В общем Я много чего раньше говорил Да и сейчас Видите Когда меняется Точка зрения Это далеко не всегда плохо Это Часто значит Что идет Движение Идет рост При движении Видится и разное И более четкие Картины И так далее Мнение Мнение Это штука Которая В принципе Одна из первых Даже не знаю К чему это отнести К чувствам К чувствам К инстинктам Наверное Это больше Инстинкт Я бы назвал Это инстинктом Возможно Из дальнейших слов Будет более понятно Почему Мнение Это чуть ли не первое Что появляется У ребенка У новорожденного Ребенка Который Начинает Приходит сюда И начинает расти Я размышлял Что Новорожденный Вообще Воспринимает У нас Источников Информации Это не один Правильно У нас есть Визуальная информация У нас есть Звуковая информация У нас есть Тактильная информация У нас есть Информация Запахов Вкус Да Это все Разные Потоки Слои Информации Да И новорожденный Он это все Как в едином Потоке Шум Вот этот Вот Весь Шум Воспринимает Да И потом Уже Развивается Начинает Различать Эту информацию Где звук Где картинка Да Да И у него Появляется Мнение Что же Такое Мнение На самом деле Само слово Говорит За себя Мнение Е В общем Мнение Это нравится Слэш Не нравится Все Да Или нет Хотя По факту Если у меня Есть мнение Это уже Значит Что мне Не нравится Типа Давайте Начинают Выражать Свои Фантазии На основе Отсутствия Опыта Ну то есть Реально Работает Воображение Воображение Я в других Видео Рассказывал Что это Это Получается Мусор Просто Информационный Шум Которого Ежесекундно Становится Все Больше И больше Мнение Это Не то Что вы Считаете Да Вот Ладно Давайте так Если Перед вами Там Допустим Какой-то Там Даже Не знаю Что В пример Сказать Да Характеристики Земли Черт возьми Характеристики Земли Почему бы и нет Какое Ваше Мнение Ну как бы Изначально Мы уже поняли Что мнение Это не нравится Да Вот У многих Есть мнение По поводу Там В кавычках К плоской Земле Да Вот смотрите Либо Я Какой-то Какой-то Вау Да Либо Вы Что-то Не делаете Потому что Я Будучи 30 лет В спящем Состоянии Вообще Ничего Никуда Ну да Я как бы Еще со школы Там Не верил Во все это Как бы Но я и при этом Ну то есть В сумеречной зоне Находил за 30 лет Да Потом я взял Начал разбираться Меня Заинтересовала Характеристика Земли Я начал собирать Просто тупо Информацию Сосать Со всех источников Все что есть И перебирать Это знаете Это как Это как Искать Иголку В стоге сена Но не знаю Не знаете Ни как иголка Выглядит Ни как собственно Это сено В общем Всего чего А потом уже Дальше стал разбираться Где сено Где иголки И естественно Я стал Рисовать То есть У меня Куча Вот рядышком Куча тетрадок У меня там И текстама И записи И геометрия Сакральная Без геометрии Никак не познать мир Да Масоны Там с этими Всеми геометрическими Инструментами Вы головой подумайте Да Типа Я масон Ха Вот Я начал На основе Этой информации Строить Строить Свою Теорию Да И Я ее Изменял Я думал Что вот Вроде как Близко Потом Информация Хоп Изменял Естественно Помимо Интернета Я простите С четырнадцатого Года На десятом Этаже Живу А с недавнего Времени И вовсе На одиннадцатый Перебрался И у меня Вот последние Семь лет Как бы Опыт Горизонта Своими Собственными Глазами Да я Чуть ли не Каждый день Выходил И Выхожу И наблюдаю За Объектами На небе За Самим Небом И так далее То есть Помимо Информации Сети У меня есть Какая-то Собственная Информация Обрывки Информации Там Самолетов Хотя Самолета На самом деле Пожалуйста На самолете Летать не надо Можно загуглить И считай В самолете Полетали Видеть Что хотите То можно увидеть Если у вас Нет возможности Как бы Непосредственно Свой опыт Получить Ну так Это я К чему Я плавненько Потом Наткнулся На Строение Земли Победам Индийским Хотя Веды Они В Африке Веды Просто Их разбили На такие На такие На такие Потом Добавили Потом Исказили Потом Новоделом В общем Кашмала У нас Чистой информации Вообще Нигде нет Чистая информация Она Вот Типа Ты берешь Грязную И чистишь Ее А все Ты можешь Как бы Эту информацию Дать Чистую Но она Вся Так или иначе Будет Окрашена В твоей эмоции Поэтому Пересказывать информацию Это одно А вот Работать информацией С информацией Как я сказал Внутри Это совершенно Другой Собственный опыт Нарабатывать Я пришел К тому Что То что я нарисовал В тетрадке Как бы Описывается В Ведах На данный момент У меня В принципе Вопросов По той же земле Нет Но это я К чему К чему К мнению У вас Не должно быть Мнение У вас должно Быть знание То есть На сегодняшний день По факту Как я уже говорил Ранее Не в этом видео Мнение Не равно Знание То есть Это противоположность Знания Да Точка зрения И мнение Это Тоже совершенно Разные вещи Люди По счету Умудряются Путать Знаете Вот у нас Допустим Вот есть Там какой-то Там вот Объект Да Вот Он маленький И мы его Можем взять Прокрутить Со всех Вот это Вот точка зрения Да Вот это Вот точка зрения Вот это Вот точка зрения И вот Как ни крути Везде Разная Точка зрения Но так как Я пришел К выводу Что люди Как бы Еще Это Благодаря школе Это не люди тупые Это школа Таким делает Их Видят Не в глубину Не в перспективу Картину То что есть А именно Ну как Картинка На плоскости То есть Для них Вот если Допустим Комета Вот так вот Хоп Они О комет падает Комет Прям Параллельно Летит Как бы Просто у нас В перспективу Она уходит И Как бы И если мы Снимаем Снимаем Плоскость То Естественно Она сверху вниз Перемещается А если В перспективу То она Идет Вот туда Вот прямо И я вот Обратил внимание Что большинство людей Именно Вот снимают Данные Именно Как с плоскости Они С глубины И это Отдельный Разговор Почему Как бы Со многими У нас Не выйдет Разговора Потому что Мы с вами Вообще По разному Информацию Снимаем Как бы Да И Не мешало бы Углубляться А не По поверхности Ёрзать Вот Точка зрения Да Но А что если У нас Объект Больше А что если Мы объект Этот не видим А что если У нас Событие Как тогда Быть вообще С точкой Зрения Ну Тут Все просто Как бы Событие Охватывает Она имеет Как бы Границы Да Границы Состоящие Как правило Из объектов Да Я в данном Контексте Как бы Человек Там Группа Людей Все это Как бы Объект Считается В данном Контексте Да И мы Как бы Сможем увидеть Полную картину Логично Предположить Если Охватим Наибольшее количество Объектов Этого события То есть Вплоть до 100% Правильно Логично То есть А если у нас Из события Виден Там 1-2% Всего Да У нас Точка зрения Ну то есть Я имею ввиду Что вот Наша точка зрения Да 1-2% Но Фишка в чем Мы не знаем В большинстве Случаев Верится Что эти 1-2% Как бы В голове Становятся Ближе К сотенке Ну Типа Как бы Считается Моя точка зрения Я вижу Типа Наиболее Полную Это все Все Идет Со школы Вот Обработка Вот Это Мозга Это Обнуление Так как Квантовый Компьютер Вот Просто Вот У нас Железо Квантового Компьютера От Природы В принципе Программа Дана В развитии Как бы То есть В бесконечность А школа Нам как бы Зацикливает Это На программе Калькулятора Типа Как бы Вот Все Считай А то Что ты Квантовый Компьютер Калькулятор То что Калькулятор Квантовый Компьютер Он как бы Не осознает Да Это Один В одиночку И поэтому Вы бы И Максимально Сделали Чтобы мы Вроде как Все вместе А по факту По одиночке Все Да Вот Это Отношения Отношения В корне Друг к другу Зло Отрицательно Отрицательно У меня так точно Вот я лукавить Не буду То есть Да я уже это говорю В других видео Ладно Мнение Да Точка зрения Точка зрения Ну понятно В данном случае Мы объект Двигаем А точка зрения Становит Статично Да И нам этого Хватает Конечно же На самом деле Не хватает Если мы Включим Интеллект Этот объект Имеет Не только Образ То есть Контуры Которые мы Видим Оболочку А этот Объект В первую очередь Первую очередь Это образ Сейчас я передаю Который Ко всему Относится Этот объект В первую очередь Состоит Он Суть Его Внутри Находится А если Мы Не объект Изучаем А события Вот тут Уже Начинают Сложности Где Внутри Где Снаружи Где Важные Детали Где Неважные Детали Где Как Что Работает Понимаете За это Отвечает Интеллект Развитый Интеллект Он Да по большому Счету В автомате Это все Делает Интеллект И дух Опыт Опыт Дух Дух Опыт И получается Что мы С точки зрения Тоже Но Один момент Я не сказал Что прям Это плохо Там Что люди Там С плоскости Снимают Это все Поправимо То есть Где-то Где-то Один человек Может справиться С С С С С описанием Какого-то События Или Объекта А где-то Один человек Не может Справиться И нужна Группа Людей Группа Людей Разных Которые Каждый Имеет Свою Точку Зрения Не в плане Что имеет Своё мнение А имеет Реально Точку Зрения То есть Он Имеет Видение Точка Зрения Ещё раз Мнение С точки зрения Вообще Ничего общего Нем И вот Когда Это группа Людей С разными Точками Зрения На Один Объект Или События Вот Они Могут Собрать Полную Картину Или Не могут Каждый Из них Вот Если Мы Сейчас Посмотрим В интернет Да Там Какую-то Вот Опять же Давайте Про землю Скажем Это Наиболее Важная Деталь Почему Потому что Вы часть Её Вы На ней Живёте Без Земли Не было бы Вас Если Вы Думаете Что Не было бы Ваших Родителей Там Или Прародителей Без Земли Никого Бы Из них Не было Земля Даёт Всё Для Жизни Кислород Воду И Пищу На Земле Всё Здесь Устроено Для Людей Да И Поэтому Знать О Земле У Которой Есть Кстати Имя Я Считаю Обязательно И Причём Мало того Что Обязательно Это Неплохо Было бы Наверное С малых Лет Знать Истинное Положение Вещей На данный Момент Но Это Всё Другая Тема Вот Виде Ни Ни Одно Виде Не Выйдет Звонят Мне Ну Наверное Отлично Как обычно Вот Это Знак Если У вас Есть Мнение Вы Просто Знаете Значит У вас Знания Нет Поэтому Лучше Держите Мнение При Себе Пока Его У вас Не Спросили